Здравствуйте! Лекция шестая, тема IP-адресация. В сетях используются две схемы адресации. Одна из этих схем – MAC-адресация. Второй схемой является IP-адресация. Как следует, из названия IP-адресация базируется на протоколе IP – интернет-протокол. Каждая локальная вычислительная сеть должна иметь свой уникальный IP-адрес, который является определяющим элементом для осуществления межсетевого взаимодействия в глобальных сетях. В IP-сетях конечная станция связывается с сервером или другой конечной станцией. Каждый узел имеет IP-адрес, который представляет собой уникальный 32-битовый логический адрес. IP-адресация существует на третьем уровне сетевом эталонной модели ОСИ. В отличие от MAC-адресов, которые обычно существуют в плоском адресном пространстве, IP-адреса имеют иерархическую структуру. Каждая организация, представленная в списке сети, видится как одна уникальная сеть, с которой сначала надо установить связь, и только после этого можно будет связаться с каждой отдельной хост-машиной этой организации. Как показано на рисунке 6.1, каждая сеть имеет свой адрес, который относится ко всем хост-машинам, принадлежащим данной сети. Внутри сети каждая хост-машина имеет свой уникальный адрес. IP-адрес устройства состоит из адреса сети, который принадлежит устройству, и адреса устройства внутри этой сети. Следовательно, если устройство переносится из одной сети в другую, его IP-адрес должен быть изменен так, чтобы отразить это перемещение. Представленный на рисунке 6.2 по 6.5. Так как IP-адреса имеет иерархическую структуру, в некотором смысле подобную структуре телефонных номеров или почтовых кодов, то он более удобен для организации адресов компьютеров, чем MAC-адреса, имеющие плоскую структуру, подобно номерам карточек социального страхования. IP-адреса могут устанавливаться программно, и поэтому более гибкие в использовании, в отличие от MAC-адресов, которые прошиваются аппаратно. Обе схемы адресации являются важными для эффективной связи между компьютерами. На рисунке 6.2 в сети А находится сервер с адресом 197.10.97.10, которую нужно перенести в сеть П. На рисунке 6.3 файл сервер с адресом 197.10.97.10 удален из сети А. IP-адреса имеют сходство с почтовыми адресами, которые описывают местонахождение адресата, включая страну, город, улицу, номер, дом и имя. Хорошим примером плоского адресного пространства является принятая в США система просвоения номеров персональным карточкам социального страхования, когда каждому человеку просваивается отдельный уникальный номер. Человек может перемещаться по стране и получать новые логические адреса. Город, улицу, номер дома и почтовый индекс. Но у него будет оставаться все тот же номер карточки социального страхования. На рисунке 6.4 сервер доставлен на другой континент. Рисунок 6.5. Файл сервер подключен к сети B и ему присвоен новый адрес 215.99.38.49. IP-адресация позволяет данным находить пункт назначения в сети интернет. Причина, по которой IP-адреса записываются в виде битов, состоит в том, что содержащая в них информация должна быть понятна компьютерам. Для того, чтобы данные могли передаваться в среде передачи данных, они должны быть сначала преобразованы в электрические импульсы. Когда компьютер принимает эти электрические импульсы, он распознает только два состояния – наличие или отсутствие напряжения в кабеле. Поскольку распознаются только два состояния, то для представления любых данных, передаваемых по сети, может быть использована схема на основе двоичной математики, представленной рисунке 6.6. В этой схеме для связи между компьютерами используются числа 0 и 1. Рисунок 6.6 для представления данных, передаваемых в среде передачи, используется единицы и нули. IP-адрес представляет собой 32-разрядное двоичное число, записанное в виде четырех октетов, то есть четырех гроб, каждая из которых состоит из 8 двоичных знаков – 0 и 1. Достаточно трудно запомнить число, состоящее из 8 цифр, не говоря уже о числах из 32 цифр, которые используются в IP-адресах. Поэтому для обозначения 32-питовых чисел в IP-адресах используются десятичные числа. Это называется представлением в десятичной форме с разделением точками. Представление в десятичной форме с разделением точками IP-адреса или точечные десятичные адреса записываются следующим образом, представленным на рисунке 6.8. Каждое десятичное число представляет один байт из четырех составляющих весь IP-адрес. На рисунке 6.8 IP-адрес состоит из номера сети и номера хоста. Чтобы перевести IP-адрес в упрощенный формат, для начала его надо представить в виде четырех отдельных байтов по 8 бит. Другими словами, IP-адрес необходимо разделить на 4 октета. Затем каждый из этих восьми битовых чисел преобразовывать в десятичный эквивалент. В результате двоичное число преобразуется в точечное десятичное число 192.5.34.10. Благодаря тому, что каждая сеть, подключенная к интернету, имеет уникальный сетевой адрес, данные могут найти требуемого адресата в интернет. Для того, чтобы каждый сетевой адрес был уникальным и отличался от любого другого номера, организация под названием American Registry for Internet Numbers выделяет компаниям блоки IP-адресов в зависимости от размера их сетей. Каждый IP-адрес состоит из двух частей – номера сети и номера хоста на рисунке 6.9. Сетевой номер идентифицирует сеть, в которой подключено устройство. Номер хоста идентифицирует устройство в этой сети. АРИН определяет три класса IP-адресов. Класс А составляет IP-адреса, зарезервированные для правительственных учреждений. Класс Б – IP-адреса для компаний среднего уровня. Класс С – для всех остальных организаций. Если записать IP-адреса класса А в двоичном формате, то первый бит всегда будет равен 0 на рисунке 6.10. Если записать IP-адреса класса Б в двоичном формате, то первые два бита всегда будут 0.1. Если записать IP-адреса класса С в двоичном формате, то первые три бита всегда будут 1.1.0. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!